Наш эфир продолжается. У нас уже в гостях Ярослава Зайцева. Мы будем подводить итоги конкурса. Конкурса фотографий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ярослава. Наконец-то. Всего неделя уже пролетела как один миг. И вот мы уже готовы огласить этих счастливчиков. Но прежде чем мы приступим к торжественному объявлению призеров, давайте поговорим о том, было ли легко или сложно выбирать того самого, ту самую заветную фотографию. Это банальный ответ. Да, было очень тяжело, потому что все участники проявили себя очень искренне, очень творчески, и каждый снимок был наполнен индивидуальностью и душой того человека, который присылал нам работы на конкурс. И мне было очень сложно сделать выбор, но, как я уже говорила, этот выбор был более интуитивный. Поэтому все-таки я его смогла сделать, и я более чем уверена, что он достойный. Ну, как бы это мое субъективное мнение, но я все-таки считаю, что... А много претендентов было? Да, было достаточное количество для того, чтобы запутаться и возвращаться вновь и вновь к просмотренным снимкам, потому что они были на самом деле очень интересны. То есть люди откликнулись, было интересно, да? Люди откликнулись, было очень интересно, я думаю, им в первую очередь, потому что фотографий пришло бесчисленное множество. Каждый человек отправлял не один снимок, а больше, и рассказывал что-то, показывал, как он любит Крым, осень, утро, и все, как бы это было очень интересно. Какая она, крымская осень, интересно? Она и золотая, и морская, и с урожаями, с детками, с фруктами. Это было очень душевно, красиво, это вдохновило меня, очень сильно вдохновило. У нас новые путешествия по крымскому полуострову, по крымской осени. То есть ты вдохновила крымчан, а крымчане, соответственно, отдали все это, вдохновили тебя еще, да? Конечно, это же взаимообмен, это безусловно, да. Победитель, что ожидает теперь победителя, счастливчика? Нашего победителя, счастливчика, теперь ожидает осенняя фотосессия. Сертификат имеет тату до 31 декабря, то есть, в принципе, мы могли бы выбрать любой день, может быть, это даже будет зима, первый снег, например. Это будет, безусловно, что-то очень интересное, я буду искать индивидуальный подход к этим людям. То есть это было только начало, да? Только начало. То есть каждое время года теперь будет у нас под знаком конкурса проходить, да? Да, я думаю, было бы неплохо. Сначала зима, потом весна, потом лето, почему бы и нет? Почему бы и нет, я согласна. Хорошая традиция. Четыре сезона в Крыму, они индивидуальные, всегда прекрасны. Ну, все-таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У нас есть эти фотографии, давайте посмотрим те, которые прошли тщательный, скрупулезный отбор самой Ярославы. Буквально сейчас они появятся на нашем экране, и мы сможем обсудить. Итак, вот они, это фотография наших коллеги, прекрасной Татьяны Фиш. Загадочная, очаровательная крымская девушка. Татьяна, да, действительно очень красивая девушка. Воробьева Светлана. Вот эта, кстати, фотография, мы уже сейчас можем сказать, это выбор редакции. Она не победила в конкурсе Ярославы, но стала победителем среди наших коллег. Ей ждет ее специальный приз. Это фотография Татьяны Виноградовой. Пейзаж, да, такой. Да, красиво. Юлия Марченко. Вот так она видит свою осень. И вот буквально в эти минуты, в эти секунды мы видим победителя. Евгения Ермеева. Это выбор самого фотографа Ярославы Зайцевой. Это море, да, насколько я понимаю, пляж? Это пляж и море. Да, это один из тех снимков, которые она прислала, было их несколько, и каждый из них был, безусловно, наполнен невероятным светом, любовью и вдохновением. Я посмотрела странички некоторых участников, и вот Евгения Баженко, по мужу она, у них невероятно приятная семья. Да, и вот эта энергетика была полностью передана в эти снимки. Душевность, духовность, такое тепло, отдача полностью. И муж, и ребенок, которые присутствуют на ее личных фотографиях, они невероятная семья. Они так дополняют друг друга. Мне было очень приятно увидеть этого человека, ее душу, ее вдохновение. Я так смотрю, что не обязательно, чтобы фотограф, сам творец был на снимке, то есть главное, чтобы была осень, чтобы тематика сохранялась. Главное на снимке именно атмосфера. Потому что Татьяна Фиш у нас появилась собственной персоной, получается. Были такие варианты, да, наверное? Татьяна, безусловно, прекрасная девушка. Да, мне она очень понравилась, она была одна из кандидатов, претендентов. Но я думаю, что мы с ней еще встретимся. Она очень харизматичная, она меня очень зацепила. У вас замечательные, друзья. Фиш, готовься, будет встреча, будет встреча, будет серьезный разговор. Готовится Татьяна, готовится Евгения Ермеева. Я уверена, сейчас они там всей семьей кричат, танцуют и радуются. Рукоплещат возле экранов. Мы, безусловно, рады за вас. Расскажите, пожалуйста, какие ваши ближайшие планы, как собираетесь? Мой самый ближайший план, это в 9.00 сегодня выехать, друзей проведать. А, я думала, на фотосъемку поедете. Да, там, безусловно, у нас состоятся несколько фотосессий в прекрасном городе Киеве. Я его обожаю, и поэтому вот уже, как говорится, с балла на корабль. Прекрасно. Мы желаем вам прекрасной, удачной, хорошей поездки, да, без происшествий, чтобы все было хорошо. Пару слов о том, на какую тему будет фотосессия. Опять же, осень, да? Так как, я уже говорила, это семья, она меня зацепила, скажем так, целиком и полностью, я бы хотела предложить фотосессию именно семейную, душевную, атмосферную. Ну да, я думаю, если мы все-таки успеем поймать еще это золото листвой, то мы, безусловно, выйдем куда-нибудь в красивый уголок Крыма и проведем там съемку. Здорово. Хорошо, что у вас есть такие конкурсы, такие кривы. Я тоже хочу к вам. Хорошо, что у вас есть Ярослава Зайцева. Ура. Обращайтесь. Да, мы надеемся, что это только был первый конкурс в череде следующих. Будем придумывать новые темы обязательно. Обязательно. Ждем вас всегда с радостью к нам в гости. Давайте же подпишем сертификат. Давайте торжественно подпишем сертификат. И... А что мы будем писать там? И я, Бажанка, наш победитель. И закрепим его вот такой вот печатью. Прекрасно. То есть все скреплено печатью, все скреплено... Все официально. У нас все записано. Да, все ходы у нас записаны. Поэтому теперь вы не отмажетесь теперь, да? Ну, я и не собиралась. Давайте покажем, какой красивый сертификат осенний, усыпанный золотой листвой. Все красиво у творческих людей должно быть. Все верно. Что написано? И на этой прекрасной ноте бесплатная фотосессия от фотографа Ярославы Зайцева. И утро с нами, естественно, тоже от вас. И от нас большой привет. Хорошо, что мы поучаствовали в этом благом деле. Большое вам спасибо, Ярослава. Благодарю вас. За то, что посотрудничали с нами, за то, что пришли к нам. Всегда рада. Я думаю, не последний раз. Я более чем уверена, что мы найдем новые точки соприкосновения.